выключаем выключаем здравствуйте уважаемый добрый день уважаемые зрители видео канала планета дзюдо с вами роман карасев очередная наша суббота влад макаров и сегодня нас двое и наши субботние рассуждения размышления о боевых искусствах и разным и вот такая тема мы сегодня сейчас с владом уже немножко поговорили но я по пути к владу через бураны через снежные заносы прекрасно значит тема сегодняшнего нашего обсуждения рассуждений воспитывать или воспитываться в контексте нашей жизни вообще изучение боевых искусств ну в частности мы там рассмотрим айкидо дзюдо вот вот так вот и перед тем как ответить ставьте лайк подписывайтесь на канал да это сейчас ну как бы тренд такой да вы поможете продвижение мы столько мы как бы на самом деле мы снимаем это да но хотим тоже получить некую обратную связь это наверно нормально или не нормально но если кого-то и никому-то это интересно план пропустили значит воспитывать или воспитываться я недавно вот разговаривал с одним человеком он мне просто он подполковал мне на эту тему и почему почему я как бы мы разговаривали с ним в отношениях там детьми и а я отнесся тому как вот я там педагог допустим да я там обучаю детей и вот у меня стал вопрос значит что я должен делать я должен необходимо ли мне вот слово должен мы прошла с обсуждали в общем я а я так необходимо ли мне воспитывать детей или я должен воспитывать себя в первую очередь а это уже само самой будет как бы ну такой побочный эффект потому что люди которые рядом со мной в том числе ну в моей практике там педагогической да там если я обучаю кого-то дзюдо там или чем-то еще что они уже видят что я самовоспитываюсь они как бы сами также и начнут самовоспитываться ну вот влад твое мнение воспитывать или воспитываться отлично мне так понравился вопрос всегда так но такое прием ораторского мастерства спасибо за вопрос это есть время такая пауза подумать если ты не знаешь еще увести в другую сторону да и вот здесь не что понравилось хотел на чем как ответить на этот вопрос что здесь звучит и или или нет нет и или то есть но как бы человек ставится в такие условия или это делать или это а можно вот или или услышали да а можно и и и то делать и это делать и тогда уже вопрос уже в другую плоскость в каких пропорциях как это готовить что-то хочешь первое или второе ну допустим если обедать ну к еде просто всем еда ну всем не надо говорить но еда поближе скажем так что ты будешь есть только только суп или только второе котлеты а можно есть и суп и котлеты следующего уровень там что сначала есть первое мы привыкли первое сначала есть потом второе с другой первое это жидкость да второе этот но твердая такая пища то есть твердое съел жидким запил скажем так следующее как как пережевывать но мы сейчас про воспитание ну я и про айкидо и про айкидо да воспитывать или воспитываться кто тебе не дает воспитывайся сам скажем так но на каких примерах правильно потому что окружение очень влияет на а я хочу хорошо влад я тебе немножко перебью ты как педагог вот смотри ты ты воспитываешь своих учеников лучше личным примером то есть получать то есть посчитываешься делай как я делай как это лучше лучше нас потому что но некоторые вещи уже с возрастом нельзя там через голову прыгать но если человек это умел он может научить сальто делать там страховки это мы про обучение а здесь вопрос воспитывать и воспитываться правильно но ты опять возвращаемся можно нужно можно нужно должен там вот ну вот эти вот как это контекст контекст и я бы ответил так пусть пусть это будет и ты воспитываешься и ты воспитываешь но ты сам вот мы про внимание же говорили куда направлено внимание туда течет и сила энергия там вот и вопрос надо научиться своим вниманием управлять и тогда ты сможешь что-то ну условно потому что как ты гришь вот снегопад ты же не можешь снегопадом управлять но ты можешь управлять своим вниманием что несмотря на какие-то трудности ты ищешь пути это и есть уже что самовоспитание и тогда если кто-то с тобой рядом находится он считывает может быть даже интуитивно твоя модель что кто-то вопрос когда надо продолжать делать и когда надо отступить то есть где-то грань потому что тоже учится что ты там искал как-то золото искал 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 золотая жила вот и уже вопросы где где-то грань чтобы или там убиться в лепешку скажем так все вот но но я вот сделал но тут мы уже в область это психологии там переходим что как сделать так чтобы у нас это самое любые эмоции могли экологически утилизироваться хорошо власть вот скажи про ты вот возьмем ты преподаватель айкидо да ты обучаешь айкидо а вот своем педагогическом процессе ты занимаешься воспитанием мне понравился тренер астахов сергей как бы он говорит вот источник да вот как вот он я могу научить но кто-то должен сделать шаг то есть он не может там над насильно обучить поделиться если человек приходит про тренера мы приходим он взял сколько смог и отвалился наелся и горит я теперь сам и у нас нет дисбаланса о давай мы тебя будем учить бесконечно то есть ты пришел что-то ты узнал допустим но мы понимаем что это настолько вот единоборство многогранное что там это как свой мир вот я посмотрел кусочек а ознакомился ли ты совсем скажем так то есть мы сейчас готовимся же к поездке можно ее прорекламировать даже да что такое вояж и сидим наше как это наш объем работы подумать так чтобы людям которые мы приедем это было не только интересно но и полезно но следующий еще третий уровень чтобы они это все использовали они то что посмотрели как кино есть кино интересно да одноразовое но второй раз ты его не будешь смотреть а мы же говорим сейчас о воспитании вообще вот воспитание да мы говорим мы говорим о том что воспитывать кого-либо или воспитываться самому а я тебя прихожу на ты приходишь на урок айкидона свой да ты занимаешься вопросами все таки ты хочешь воспитать своих учеников в чем-то или для тебя первоочередное и это вот через эти уроки ты первую очередь себя воспитываешь ты стараешься себя воспитать ты не собираешься воспитывать этого ребенка или этого взрослого не про уроки я бы так сказал то есть каждый урок все равно готовится обязательно но ты приходишь и уровень подготовки разным то есть у кого-то 5 лет кому-то там 45 лет ты понимаешь что для пятилетнего надо так и с практикой я научился на эти вопросы отвечать как сделать так чтобы урок был интересен и папе и сыну чтобы они получили какую-то от занятий ценность вот но мне понравилось скажем так что что ты пришел на занятие воспитание отложим вообще тоже ты пришел ты отложим отложим в сторону я говорю что что у меня человек должен вспотеть он должен пропотеть вот пропотел ну некоторые не не потеет и через под как бы идет оздоровительно потому что поверхность кожи через движение через это то есть у меня вот я я на этом сосредоточен они то что как он там выйдет это самое и что первое если по этапам обучения что мне нужно учиться сначала их страховаться вот безопасность ну первое это безопасность сейчас мы сейчас к методикам тренировки тогда я хочу спросить все таки про скажи а вот к тебе приходит когда ученики или приводит там или приходят обычно знаешь мама обычно у родителей бы это знаете я вот хочу чтобы воспитали моего сына или говорят так вот занимайтесь спортом спорт воспитает вас качество какие-то качества все-таки должен вообще учитель необходимо ли учителю воспитывать своего ученика или или в этом нет необходимости или в погоне за воспитанием своего ученика в результате не кажется ли тебе вот происходит такой как бы дисбаланс не вот как ты говоришь и не отдать вот где смотри я воспитываю в своем ученике любовь к занятиям да там этому здоровый образ жизни там еще что-то еще что-то еще что-то а в итоге получается так я в нем воспитываю вот эти все как бы этические качества там я кодекс с юдаистами с того помнишь обсуждали ас а сам не в себе ничего не воспитал понимаешь так вот я о чем говорю воспитывать в первую очередь себя или воспитывать кого-то другого а пусть каждый сам себе на этот вопрос ответит но ты же подожди но ты же преподаватель ты же ты же учишь то есть получается в твоем педагогическом процессе не стоит отсутствует сам вопрос воспитания или вообще он не уместен вот в педагогическом процессе вопрос воспитания не уместен не то чтобы не уместен я не могу то есть он вообще не стоит так отвечать стоит вопрос безопасности я тебе говорю какие стоят безопасности и дисциплины дисциплина для чего нужно чтобы знание наилучшим образом усваивались без дисциплины но мы про концентрацию горе много сейчас переведу твой вопрос что на какой-то язык на другой язык да есть то что тебе может понятно будет есть концентрация да ну вот концентрация вот на на чем-то одном сконцентрироваться и медитации когда ты внимание россии и а что нужно концентрироваться вот когда когда ты ли режешь морковку нужно концентрироваться чтобы пальцы все не отрезать пока в навык нет не превратится и ты можешь уже как вождение скажем так то есть сначала нужно концентрироваться а потом расфокусироваться также как нужно воспитываться обязательно нужно воспитывать но вопрос как воспитывать я как учить его я как учитель должен воспитать своих учеников трудолюбие воспитать своих учениках кому должен еще чего-то ну я и не необходимо Воспитать своих, убираем слово «должен», тебе не нравится, но я знаю. Должен, притягиваю. Никому не должен, ничего не это, все. Да, это боевая точка такая. Болит пока, да? Болит пока. Ну, ничего работает над этим вопросом. Мне нужно. Мне нужно воспитать в своем ученике такие-то качества. О, нужда. Опять нужно. Это нужда. А почему это такая нужда? Нет, воспитать, хорошо. Я воспитываю, мне не нужно. Убираем слово даже нужно. Я воспитываю в своем ученике трудолюбие. Я воспитываю в своем ученике терпение. А нужно ли вообще воспитывать кого-либо? Вопрос. Или, понимаешь, я к чему хочу сказать? Не углубляемся ли мы в воспитание кого-либо, абсолютно не воспитав себя? А знаешь, мне как понравилось-то. Инопланетяне такие прилетают на Землю. Мы пришли с миром. Так и воспитание может быть. Я пришел тебя воспитывать ремнем. А кто-то тебя, ты говоришь, а ты что делаешь? Я тебя воспитываю. Да нет, так нельзя. Ну, кто-то говорит, жизнь воспитает. Ну, как жизнь? Ну, она есть. А вообще жизнь воспитывает кого-то? Конечно, конечно. А это законы есть. Законы природы. Незнание законов не освобождает от ответственности. Ты жизнь с чем ассоциируешь? Опять, видишь, ты жизнь ассоциируешь с не законами природы, не с правилами природы, а с социальными законами. Это социальная жизнь. Смотри. Личная жизнь. Общественная жизнь. В любом случае. В любом случае. Социальная, личная, общественная. Половая жизнь. Это все не правила природы, мне так кажется. Это все законы внешние. Ну, отлично. А правила природы, что они гласит? Там нет никакого воспитания в правилах природы. Нет, что оно должно развиваться. Развитие, это, ну, как бы, правильно? Если что-то не развивается, оно засыхает и отваливается. И начинается новый процесс. Или не начинается. Ну, он начнется все равно, может быть, в другом качестве. Ну, в виде дров. Ну, если дерево, семечко, дерево, оп, и в печку. Потом это зола, зола на землю и опять новое дерево. Да, но мы же не будем углубляться, там, как Рустам говорит. Влад, ты так вот путаешь, 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 а вот там, оп, а вот мы пришли уже. Зато было не скучно. Хорошо, смотри, ты мы говорим сейчас... Вопрос уже в воспитании. Нужно делать? Нужно. Самовоспитываться нужно делать? Нужно. А теперь вопрос, как это нужно? В каких пропорциях? Смотри, воспитывать. То есть, ты все-таки считаешь, что воспитывать необходимо? Обязательно. Кого-либо. Да не... Ну, я же говорю, воспитывать это слово, значит, ты кого-то должен воспитать. Не, но ты ходишь и всех воспитываешь, кто рядом там. Ну, допустим, ты пришел, а я тебя как воспитаю. Ну, смотри, я своих детей воспитывал заниматься дзюдо. Да? Но никто не занимается. Я потратил силы и энергии. Не смог. Не смог. Ну, 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 не смог. Или я даже не занимался этим воспитанием. Любить дзюдо. А вот, отлично. И значит, ты... Или я не то делал. Ты не то делал. Ты не раскрывал их потребности, а свои потребности переложил на них. И это проекция называется. Если мама, допустим, ей нравится гимнастика. Да? Гимнастика, как красиво. Но она уже возраст, и у нее не было возможности. И она тебе нужна гимнастика. Согласен, Влад. Согласен. Я... Это проекция. Я занимался не тем. И тогда, ну, как мог ты занимался. Но мне понравилось. Вот у меня ученик, и у него сын. И он его водил в одну секцию, во вторую, в третью. И потом сам пришел. Ну, нет, ребенка привел ко мне. Потом сам пришел. И они вдвоем занимались и занимались. Но потом ребенок дошел до определенного уровня. И пошел в футбол. И в футболе он там лучше всех кувыркается, бегает. У него появился фундамент. То есть мы его не привязали. Вот живи в этом в Айкидо. И сейчас в футболе он сам, уже сам, нашел то, что ему нравится. Но если бы он пришел в футбол неподготовленный, то ему бы футбол тоже не понравился. Потому что у него не получалось бы так быстро бегать так. Понимаешь о чем? Ну, нет, не понимаю о чем. Может быть, зрители поймут о чем-то. Тут пока объяснял, сам понял. Как это преподавало в три раза. Хорошо, давайте возвращаемся к конкретике некоторой. Значит, воспитывать или воспитываться? Ну, вот тебе что первично? Пауза такая, трехсекундная. Дайте мне подумать. А вот мне кажется, в данном случае мы сейчас чем занимаемся? О! Вот мы сейчас чем занимаемся? Ты за себя отвечай. Ну, вот я в принципе... Отлично. Вот, есть ты, это твое я. Есть мое я. И мы объединяемся. И уже рождается мы. Да? Вот, мы. Но мы это не только ты, не только я. А вот не кажется ли тебе, что вот мы сейчас и занимаемся воспитанием себя? Я же себя не воспитываю. Почему? Ты вот наливаешь чай, воспитываешь меня. Нет, это не то. Но, нет. Вот смотри, вот я... Эти темы... Вот почему вот я вообще... Ну, как бы идея была вот этих всяких видео-зарисовок, так сказать, и рассуждений. У тебя появилась потребность. У меня появилась некая потребность себя воспитывать. Я увидел... Вот как инструмент. Да, я увидел потребность невоспитания своего. Хорошо. А почему? Вот, нет, некоторые говорят, вот, посмотрите на этого молодого человека, вот родители не воспитали его. Ну, ты слышал такое выражение? Есть же такое выражение? Я в этом работаю. Он работает в специальном центре. Я в этом работаю. Да. Ну, вот родители не воспитали. Или, там, знаешь, вот как же так. Или родители сидят, как же так. Я вот столько лет потратил, и вот он даже мне стакан воды не принес. А ему говорят... Нет, нет, официант на что? Ну, или официант на что? Плохо воспитал. А вот теперь вопрос. Смотри. С точки зрения государства вопрос воспитания важен. Потому что тогда, вот как ты сейчас сказал, а официант на что? Потому что в некой структуре, ну, возьмем ресторан, где есть официант. Ресторан воспитывает официанта правильно обслуживать клиента. Потому что это получение выгоды. Значит, когда я начинаю кого-то воспитывать... Ты хочешь, чтобы у тебя была... У меня заложена здесь выгода. Я его воспитываю для своей выгоды. Если это делает ресторан, он воспитывает официанта для своей выгоды. Повара и сотрудников. Родители детей. Родители детей. Когда они ослаблены. Государство воспитывает народ, граждан и так далее. Но, если... Это значит... Ну, опять-таки, для получения... Значит, это... Когда мы кого-то воспитываем, это корыстная цель. Ну, может, ты такой вывод сделал? Ну, я так предполагаю. Ну, вот исходя из этого. А если я начинаю себя воспитывать в первую... И вообще, даже не в первую очередь, а это вот есть все. Я себя воспитываю. Воспитываю в разных направлениях воспитываю. А здорово. Можно я вот этим поделюсь? Давай. У Станислава Гринберга, он там записал ролик прямо на... Ну, на полторы минуты. Потому что долго вот эти говорящие головы тяжело слушать. Это нужно обладать каким-то временем. Ну, временным запасом. То есть, ты должен быть свободным, чтобы уметь еще несколько часов потратить, еще оттуда зерно. И сейчас почему тиктоки-то пользуются там? Вот. Чих! Мгновенное получение выгоды. Ну, вообще, по поводу сегодняшнего вот этой быстротечности, я не совсем согласен. Сейчас вот этот вот еще пел Леонтьев. А все бегут, 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 бегут. Вот эта вот беготня, это все нет. Где, как можно внимания на чем-то уделить? Когда все вот так вот влекает. Когда все вот так вот. Вот этот тикток, вот этот вот. Или там любые вот эти, ты говоришь, минутные, полтора минутные. Это опять в погоне за какой-то выгодой. Понимаешь? Когда вот эта вся быстрота. А где? Да я поделюсь. Хорошо, делюсь. О, отлично. И видите, как самовоспитание. Вот воспитанный человек бы, да, сидел и сказал. И слушал бы. Пока Роман всю эту тираду там. Я бы был для него воспитанный. Вот это тоже интересный момент. Ты бы был, с какой смыслю ты бы был воспитанный? И сидел бы там. Лучше кто-то со стороны мог бы сказать. Ох ты, и Влад невоспитанный, и Роман перебивают друг друга. Да, не сказать. Мы воспитанные, мы молчим. Мы молчим. Молчи, да. Ты говори. Молчи. Не ты говори, да. Молчи. Нет, молчи. Смешно. Если мы хотим, мы хотим. Вот мне понравилось, просто я хочу поделиться. Мне очень по-разному. У нас не необходимое, мы не должны, а мы хотим. Нет, желание непреодолимой силой. Что если вы хотите что-то изменить, то вам надо задать себе...